В городских новостях показывают сенсационный сюжет. Василиса разоблачает Диметру. Лаура Бокова хочет немедленно устранить Ткачёва. Литка свидетельствует в суде. Симонова пошла на преступление из корыстных побуждений. Она хотела присвоить квартиру Голубевой. Игорь вынужден признаться, что Литка – суррогатная мать их с Татьяной ребёнка. Олейникова незаметно покидает зал суда и едет домой за авиабилетом. Тем временем адвокат вызывает свидетельствовать Плещеева. Леший признаётся, что он бывший муж Лидии Олейниковой. Ну всё, давай, 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 дальше ты сама. – Куда ты хоть летишь? – Не скажу, а то ещё проболтаешься случайно. Ну хорошо, счастливо. Давай, иди, иди, иди. Я тебе этого правда никогда не забуду. – Хорошо, я… – Ты видишь, я своё слово держу. – Давай, беги, я его задержу. – Живот болит. – Давай. – Давай, давай. – Заканчивается регистрация пассажиров рейса до Москвы. – Ну, слава богу, успел. Успел. – При каких обстоятельствах распался ваш брак? – Ну, когда меня уволили из института и не дали защититься, Лида Олейникова исчезла. Ну, через некоторое время она подала на развод, и я дал согласие. – Какую причину развода назвала супруга? – Она была недовольна нашим материальным положением. – Угу. Вы виделись с ней после развода? – Нет, нет. Нам нечего было делить, так что… Нет. Я больше о ней ничего не знаю. Ну, разве что… – Ну-ну, продолжайте. Мы слушаем. – Понимаете, я обнаружил, что пропала моя диссертация. – Это та диссертация, речь в которой шла о ядах? – Ну, да, да, да. Я тогда просто понять не мог, зачем она ей. Она никогда не интересовалась наукой, моими занятиями. Да. Понимаете, я в своей работе собрал огромный фактический материал, описал и проанализировал, так что эта диссертация своего рода уникальна. – А почему вы так уверены, что диссертацию взяла именно Олейникова? – Да просто… Больше некому было. – Ну, хорошо. Почему вы не заявили в милицию? – Хм… Она женщина, а я с женщинами не воюю. Да и к тому моменту я уже понял, что наш брак – чудовищная ошибка с моей стороны. Мы абсолютно несовместимые люди. Ни по воспитанию, ни по образу мысли. – Ваша честь, у меня вопрос к эксперту. Разрешите? – Свидетель Сотникова, вы утверждаете, что у Олейниковой и Плещеевой есть общий ребёнок? – Где она? – Улетела. – Куда? – Я не знаю, но объявили рейс на Москву. – Почему ты это сделал, Гена? Почему ты это сделал? Я ж тебя предупреждал. Она оклеветала Александру в суде и сбежала. Как ты мог? – А почему ты не сказала о её беременности? – Какой беременности? – А тебя лучше знать, командир. – Это она тебе сказала? – Да. – Она мне всё рассказала, а я ей поверил. Что ж, Гена, ты сделал свой выбор. – Я Олейникову пальцем не тронул. Я не имею отношения к её беременности. Ничего. Пусть она рожает спокойно. Ребёнок здесь ни при чём. У нас в Центре репродукции зарегистрировано, что Лидия Олейникова от брака с Плещеевым Иваном Тимофеевичем родила двойню. Однако один из детей вскоре умер. Но к делу это не относится. Девочка умерла не по недосмотру, а после приёма некачественного детского питания. Проведённое расследование констатировало несчастный случай. Простите, я не понимаю, о чём она говорит? У вас есть сын. Уже взрослый сын. У меня? Какой сын? Вы, о чём? Я прошу свидетеля придерживаться рассматриваемого дела. Объявляется перерыв. Прошу всех встать. Прошу всех, кто не взял сюда. Саша! Саша! Саша, пойдём домой! Саша! Травка любит Сашу! Саша, хорош! Травушка, родная моя, слышишь? Всё будет хорошо. Саша, я кого не делала плохо. Всё будет хорошо. Я скоро приду, ладно? Ты, 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 Мария Ивановна слушайся, хорошо? Да, Саша, Саша, пойдём домой. Там жили, там он 7 лет. Жили большое цель, нас всех съедут. Я скоро приду. Саша, Саша, пойдём домой. У тебя ты хорошая. Травка, травка, травка. Травочка, я тебя люблю, слышишь? Я скоро приду. Травка, травка любит Саша. Иди сюда, травка. Травочка, милая, ну иди скорей. Ну иди. Травочка, травка. Травочка, это такая игра. Вот просто такая игра. Лохая игра. Разрешите пожать вам руку? Ну вот, уважаемые педагоги, вот казалось бы, какая ерунда почувствовать себя один раз с человеком. Рекомендую всем для хорошего самочувствия и жизненного тонуса. Тотар Павлович, мне нужно с вами поговорить. Серёжа, я знаю, о чём ты хочешь поговорить. Я не хочу поддерживать этот разговор. Это судилище, Серёжа. Коню ясно, что Симонова не виновата. Надеюсь, что скоро это станет ясно и судом. Пётр Павлович, давайте не здесь, а? Серёжа, я всё сказал. Всё. Перерыв закончен. Прошу всех в зал. Так, прошу, прошу. Мне казалось, что мы всё знаем друг о друге. По крайней мере, я тебе всё рассказала. Леша, у меня ведь тоже была прошлая жизнь. Ну вот, таких сюрпризов в ней не было. Жанночка, я не хотел тебе рассказывать. Думал, что смогу забыть. Как страус спрятался от людей, даже от своего прошлого. Как видишь, не получилось. Что ты собираешься делать? Ну, я обязан его увидеть. Уже взрослый мальчик. Интересно, что он мне скажет? Привет, папа. Где ты был все эти годы? Иван, ты себя не вини. Ты обязательно его найдёшь. И хорошо, что он взрослый. Он обязательно всё поймёт. Да. Это моя маленькая тайна. Ничего по сравнению с этой новостью. Зачем ты сюда приехала? Я боялся тебя дома одну оставить. А ты сюда приедёшь? Никаписто. Ты опять в больницу? Тихо же. Игорь, я... Я решила дать свидетельские показания тебе. Зачем? Дай мне телефон. Зачем? Дай мне телефон. Зачем? Дай мне телефон мобильный. На. Алло, Настя. Да, это я. Ты хотела узнать, что происходит? Так вот, приезжай в суд на заседание. Всё поймёшь и узнаешь. Ты не сделаешь. Я сделаю. Ты не сделаешь. Всё поздно, Игорь. Поздно. Я тебя всё время слушалась. И слушала всё, что ты мне говорил. Хватит. Всё. Я решила. Иван, я приму тебя любого. С сыном и без него. Со своими тайнами и без них. Я так долго тебя искала. Хочешь, я с тобой вместе к нему поеду. Только надо узнать, где он. Послушай, а где Лидка? Ну, где-то здесь была. Мы же все слышали её показания. Как она топила Александра. Да послушай, да её, видите, командира нет. Надо что-то делать, надо что-то делать. Нет, её нужно немедленно найти. Пока мы тут беседовали, она могла исчезнуть. И потом, как я смогу узнать, где мой сын? Я побегу. Боюсь пропустить. Давай, ты беги. Я припаркую машину и приду. Хорошо, давай. Место вашей работы. Раньше я работала старшим следователем городской прокуратуры по особо важным делам. Сюда я пришла в качестве свидетеля. У меня есть сведения, которые могут повлиять на ход процесса. Ваша честь, вы позволите? Пожалуйста. Татьяна Ивановна. Да, я вас слушаю. Я прошу пояснить суду ваш приход в качестве свидетеля. Хорошо. Я начинала вести это дело и продолжала его до момента моей госпитализации. После чего подала рапорт об увольнении. Это произошло за несколько дней до Нового года. Привет. Привет. Вы что, слетаетесь, да? Как стая ворон на падаль. Так, я что-то пропустил? А чего? Иди-идите, там все расскажут. Надо разрушить такое изящное дело. Не люблю я все-таки баб, особенно истеричных. Это ты о ком? А там тебе все расскажут. Иди-иди. Там как раз готовят теракты юридические. Ну, а ты чего здесь стоишь? Вот, приехала Татьяна Ивановна Кулик. Не сидится я на заслуженном отдыхе. Надо обязательно приехать и испортить другим жизнь. Скажите, ваш рапорт об увольнении основан только на болезни? Нет, Ваша честь. Болезнь была не единственной причиной моего решения оставить работу в прокуратуре. У меня были протоколы допросов, из которых явно следовало, что убийцей отравивших детей в лицее был человек, который связан со мной, ну, можно сказать, родственными узами. Вы позволите, Ваша честь? Пожалуйста. А что это за документы? Вы можете нам их предъявить? Нет, к сожалению, меня их украли. Но я бы хотела сделать заявление, из которого следует, что они более чем убедительные. А ваше руководство знало об этих документах? Нет. Я держала все в тайне, никому об этом не рассказываю. Продолжайте. Передо мной встала дилемма спасти человека и тем самым защитить моего будущего ребенка, которого эта женщина вынашивает. Вы можете назвать имя этого человека? Да, за этим я сюда и пришла. Это Оленникова Лидия Ильинична. Да, это Оленникова Лидия Ильинична. В настоящий момент она вынашивает нашего будущего ребенка. Привет. Привет, моя хорошая. Слушай, а папа дома? Нет, его нет. Слушай, как хорошо. Я так рада, что мы с тобой наедине. Мне надо с тобой поволтать. Папа мне никогда не мешал. О, как все запущено в нашей семье. Скажи, он настраивает тебя против меня? Нет. Нет. А мне кажется, да. Иначе ты не была бы так скована. Ну, давай поболтаем с тобой. Тебе наверняка есть, что мне сказать, а? А папа когда вернется? Я не знаю, он не говорил. Лариса, скажи, пожалуйста, а это из прокуратуры. Приходит к вам? Ее зовут Настя. Так. Очень хорошо. Значит, она тебе просто Настя, да? Без отчества. Но она же молодая. А я? Я, по-твоему, старая? Мам, я не знаю, что тебя третит. Ну, ладно, не дуйся. Ну, и как она тебе это, Настя? Ну, не знаю. Она добрая, много интересного знает. Папа любит кофе? Так она научила меня, как правильно его заваривать. Так. А почему ты меня не спросила? Представьтесь, пожалуйста. Мухин, Анатолий Степанович. Вы обязуетесь говорить правду, ничего не скрывая и ничего не искажая? Да, конечно, конечно. Ну, теперь мы вас слушаем. Я служил в церкви Рождества Богородицы. Ко мне на исповедь пришла Надежда Олейникова. Она работает в нашем храме. Закон не требует от вас раскрывать уверенную вам тайну. Скажите, а вы действительно хотите сообщить нам то, в чем призналась вам ваша прихожанка? Да. Защита, вы можете задавать вопросы вашему свидетелю. Спасибо, Ваше честь. Анатолий Степанович, что рассказала вам Надежда Олейникова? Она призналась мне, что ее дочь Лидия отравила детей в столовой городского лицея. Там же были отравлены еще два человека, которые скончались. Ну, может, Надежда Олейникова объяснила, почему ее дочь совершила это преступление? Да, она сказала, что дочь хотела отомстить некоторым людям, которые, как она считала, испортили ей жизнь. Она называла этих людей? Да. Она хотела отомстить учительнице Симоновой и директору лицея запамятил Подкопаеву, кажется. Покатилову. Да, Покатилову. А что вы сделали после этого, когда узнали? Я пошел в прокуратуру. Свидетель, вы можете занять место в зале. Благодарю. Да хранит тебе Господь. Врача, позовите врача. На сегодня заседание окончено. Вызовите врача, пожалуйста. Выйдите все из зала. Все из зала выйдите, пожалуйста. Все из зала выйдите. Да. Все из зала. Пожалуйста, помещение покиньте. На улице покиньте помещение. Покиньте помещение. Покиньте помещение. Покиньте помещение. Что собираешься делать? То, что ты не сделал. Ты знаешь, Таня, я понял, что ты можешь предать меня, как предала нашего... Игорь. Я найду Лиду, спрячу ее, поселюсь с ней, буду ждать рождения ребенка. А там как Бог даст. Я тебя прошу, Игорь. Я женюсь на ней, понятно, если это нужно будет? Ты мне объясни, Матвеев, русским языком, объясни, ну, что ты докопался до этой училки, а? Ну, почему именно она? Да я даже не знаю. Ну, как-то все так хорошо складывалось, красиво. И потом, не надо сбрасывать со счетов, что я все-таки вас выручал с Покатиловым? Да ты не просто болван, Матвеев, слушай, ты подлец, а? А? Это что это такое значит? А зачем нас выручать, Покатилов? Это когда это я тебя просил меня выручать, а? А вот тогда, когда вы... Не ври, не ври! Я тебе всегда говорил, что наша основная задача – это поиск правды и истины. Так что у тебя не получится все спихнуть на меня, не получится. Я и не таких, блин, перекусывал. Ну, и что мне теперь делать? Не знаю. Не знаю я, что тебе делать. Ты когда всю эту кашу заваривал, ты меня спрашивал, что тебе делать? Все сам, все сам, пальцы веером. Незаменимый, блин, нашелся. Да таких, как ты, кругом полно, как туалетной бумаги. Да за таких, как ты, в базарный день рубь дают за ведро. Пучок двадцать копеек. Ну, я это... Ну, я подумаю, как все исправить. Думай, думай! Ну, учти, если ты мне олей никому не выкатишь, хоть на щербатой тарелке, я тебя, я тебя, блин... Да что вы предлагаете ее это... Это, это, я предлагаю ее это, того, задержать. Одним словом. Не знаю, что тебе делать. Беги к ментам, поднимай эскадрильи, бомбардировщики, эсминцы, миноносцы. Лови ее, в общем, лови. Есть. Есть. И попробуй не привезти мне ее, убью. Идите в дом. Ну, быстрее. В чем дело-то? Так. Где она? Кто? Вы пойдете вместе с ней под суд за соучастие. Ясно? Ты чего, блины, что ли, обьелся? Тебе Лидка нужна? Она давно уж улетела. Как? Вот с кем куда, я не знаю. Давай, ищи. Ищи, где хочешь. Так, что там? В доме никого нет. Так. В помещениях тоже. Надо бы погреб осмотреть. Ключи вам дать, да? Так, ладно. Это поедет с нами. С нами поедете, говорю. Нет, дорогой, я с тобой никуда не поеду. Тебе Лидка нужна? Нужна, да? Вот ты с ней разбирайся. А мне и дома хорошо. Я никуда из дома не поеду. Я сказал, поедешь. Значит, поедешь. Там я из тебя вытрясу. Где твоя дочь? Да что ты? А ну, сынок, покажи мне удостоверение свое. Покажи мне бумагу на мой арест. За что ты меня задерживаешь? В чем я виноват? Давай, показывай. Есть такая бумага? Я с тобой поеду. Есть такая бумажка? Нет такой бумажки. А это частная территория. И вы здесь. Моль без палочки. Прошу, на выход. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Бог простит. Татьяна. Таня. 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 Что с тобой? Все нормально. Почему ты выключила свет? Глаза очень устали. Ты нашел Лиду? Нет, я не успел. Как не успел? Так не успел. Она уехала. Как уехала? Куда она уехала? Мать говорит, что она не знает. Может, она врет, а может, говорит правду. Ты знала? Все правильно, Игорь. Все правильно этим и должно было закончиться. Ты знала? Ты знала? Ты все знала? Что она уедет с нашим сыном? Ты знала? Ты знала? А ты же все знаешь. Ты же у нас заслуженный прокурор. Тебя часть твоего мундира дороже всего, дороже нашего сына. Перестань. Кому нужна эта правда? Мы лишились сына из-за этой твоей чертовой правды. Хватит! Нет! Не хватит! Я не могу больше скрывать. Там же были другие свидетели. Какие другие? Наш сын стал заложником этого убийцы. Сергей Иванович. Ну-ну. Кто еще? Сергей Иванович, Олейникова исчезла. Я не слышу. Громче! Громче! Я говорю, Сергей Иванович, Олейникова исчезла. Что-то я тебя не узнаю, Матвеев. Где оптимизм? Где ухарский тон? Что ты там провякал? Олейникова исчезла, да? Да? Да. Угу. А вы не знаете, да? Я, милый мой, блин, гораздо больше тебя знаю. И на кой черт ты мне здесь такой нужен, я не понимаю. Сергей Иванович, ну я... Я уже триста космических лет, Сергей Иванович. Ну я хотел как лучше. А это все Татьяна Ивановна нам свинью подложила. Ой, да ладно. Чья бы корова хрюкала. Хватит уже Татьяной Ивановной прикрываться. Ты мне лучше скажи, как ты собираешься искать Олейникову, а? Что ты молчишь? Ты помнишь, что она беременна? Значит, что ты должен сделать? Разошли ее досье по роддомам и женским консультациям. Узнай в центре репродукции какой срок. Если на сносях, значит нужно искать новорожденных подкидышей. Опа. Ну теперь это все должен делать я? Один? Нет, я, блин. Или Пушкин, Александр Гоголевич. Сколько раз я тебе говорил, одна голова в поле не воин. Держи равнение на Татьяну Ивановну. Нет, нет, все решил делать сам. Иди, действуй. Так что вы меня пока не увольняете? Ну вот именно что, пока. Угу. Есть. Теперь послушай меня. Лида кто угодно, только не дура. Она... Смогла смоделировать и простроить весь процесс. И водила вас, как и Стаса, и тебя, и уж сухорукова этого. Водила, как слонов на веревочке. Она... Она кукловод. А вы куклы. Вы куклы. Она умнее вас. Розыск. Какой к чертовой матери розыск? Она уехала. Я убежден, что она уже за границей. И что? С поддельными документами. Как? Какой розыск может найти ее? Какой розыск? Она просто... Она выиграла эту партию. Выиграла. И она избавится от ребенка. Я так понимаю, что ты считаешь, да, что... Я считаю... Ой, Таня, Таня. Я считаю, что... Ты... Ты... Являешься убийцей нашего сына. Что? Да. И... Я, может быть, когда-нибудь смогу тебя понять. Но простить я тебя не смогу никогда. Да. Я не могу находиться рядом с тобой. Ты прости меня. Игорь. Я... Не могу находиться рядом с убийцей нашего ребенка и... Что ты говоришь? Я ухожу. Я ухожу. Игорь. Что ты говоришь? Я уверен... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Вы из Деметры? -"Ну?" -"Прекрасно, я тоже. Проходите, машина ждет." -"Куда мы поедем?" -"Ну, а вам на родине не объяснили? Я вас встречаю и отвожу на квартиру." -"На какую квартиру?" -"Нормальное, обычное такое жилье, вполне приличное. Там вы отдохнете, оставите вещи. Потом я вас отвезу на обследование. Где вы подпишите необходимые бумаги?" -"Что потом?" -"Потом будете отдыхать и ждать родов." -"Так, сейчас. Вот. Вот ваш мобильный. Здесь записан мой номер. Если есть какие-то вопросы или возникнут, обращайтесь. Меня Афанасий зовут." -"Афанасий, кто ты осмотрел, что ты по-нашему шпрехаешь, как Саша Фиралмаша?" -"Давайте вещички. Знаете, здесь..." -"Это я сама." -"Пожалуйста, тайм измания, прошу вас. Слышали так? Не так큼. Афанасий. Уйлджай. 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 Гражданка Шушунова, а почему вы все-таки решили дать правдивые показания? Я не хочу, чтобы она дальше убивала. Я так больше не могу жить с этим грузом на душе. Я готова понести наказание. Если бы я знал, что ваша жена сыграет против нас, никогда бы не стала вам помогать. Слушайте, вы уже помолчали, а? Вы подставили нас. Подставили с вашей неуемной, благоверной. Слушайте, не с ней говорить о моей жене в таком томе. Слушайте, да вы, вы... Мы сами повалили это дело, сам проделывал. А вы... Тише, пожалуйста. А у тебя это... ребенок от мужа или так? От случайного кого? Тут в двух словах не ответишь. Я тебе расскажу как-нибудь. За рюмочкой чаю. Сложный вопрос. Смотри, пальмы! Слушай, это пальмы! Ничего себе, я думала, пальмы в Сочи только. Здоровые. Так я так и не понял. У тебя есть муж или нет? Нет. А зачем он мне нужен? Одно и то же лицо, вот это целыми днями туда-сюда, туда-сюда мелькает. Мне бы надоело. Ну, просто ты красивая очень. Не знаю. Не страшно одной жить? Да у вас тут страшно. У нас там весело. Да не, у нас тоже обхохотишься. Слышишь? А ты хорошо зарабатываешь? А ты хорошо зарабатываешь? А почему же вас всех сразу именно этот вопрос интересует? Запомни, в капиталистических странах такие вопросы задавать не принято. Так что больше ни у кого не спрашивай. Ясно? Да ладно. Колись, машина хоть есть? И машина здесь, это не показатель достатка. Слышишь, а есть здесь кабриолеты? Ну, такие, где верх снимаются. Есть? А ты купить хочешь? Я тебе покажу, где можно. О, дает. А как я их домой заберу? О... Ну что стоишь? Пошли. Это я здесь жить буду. Что, нравится? Идем, внутри посмотришь, там вообще бомба. Пошли. Че стоим? Простенько больно. Хочешь, в Хилтон переведись? Деньги есть? Штуки баксов хватит. Сейчас отвезу прямо. Сколько стоит номер в твоем Хилтоне? Штуку? Если бы он был мой, я бы с тобой здесь не разговаривал бы. Я бы вообще не работал, отдыхал бы, по вечеринкам ходил бы, как и поступает наследница гостиничной сети Пэрис Хилтон. Лишняя информация. Лишняя информация. Поживу здесь пока. Че стоишь? Пошли. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Ну, вот видите, я нашла в себе силы и призналась. Как вы думаете, сколько мне дадут за мои неправдимые показания? Вы знаете, а я уволилась из прокуратуры. Вы знаете, мне тоже легче стало. Значит, буду отвечать. Все хорошо будет. Спасибо вам. Трудно поверить в то, что на свете Есть потайные ходы. Как же запутаны линии эти Линии чьей-то судьбы Кто-то находит, кто-то теряет В мире задумчивых грез Кто-то себе и другим отравляет Жизнь, что цвела морем рось Среди безмолвной пустоты Я вновь услышу голос твой И отрекусь От вечной тьмы В краю твоей души родной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok